Иван Викторович Иван Викторович Дубинин родился 28 февраля 1922 года в деревне Черноусовой, ныне Каменского района Свердловской области, в семье рабочего. Школу-семилетку закончил в селе Маминском. Призван в Красную армию в октябре 1941 года Ирбитским военкоматом. Учился в Нижнем Тагиле на шофера. Затем направление в лыжный батальон для отправки под Москву. Но был перенаправлен в еланские лагеря для учебы на командира пулеметного отделения. Далее перевод в танковое училище города Свердловска. Там он получил воинскую специальность механик-водитель. Иван Викторович был наводчиком орудия танка Т-34, механиком-водителем среднего танка. В действующей армии с апреля 1943 года по май 1945 года. Воевал под Курском, освобождал город Ахтырку, форсировал Днепр, участвовал в боях на Букринском плацдарме, в Житомирско-Бердичевской и Львовско-Сандомирской наступательных операциях. Гвардии старшина Дубинин прошел боевой путь от Прохоровки до Берлина. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года вместе с товарищами был среди участников освобождения Праги. Из наградного листа. Отличный механик-водитель Дубинин умелой эксплуатации танка довел его жизнь до 320 моточасов. Действуя бесстрашно и решительно за населенный пункт, Якобсдорф, ворвавшись в него, расстроил ряды противника, чем обеспечил овладение населенным пунктом. При этом уничтожил один танк, шесть огневых точек, одну минометную батарею, две автомашины и до 22 солдат и офицеров противника. Достоин правительственной награды Орден Славы Первой Степени. Танкист Дубинин участвовал в освобождении пяти европейских государств. За два года службы он горел в шести танках, дважды был ранен, лечился в бригадном медсанбате. 11 командиров экипажей, в которых он служил, погибли. Как вспоминал сам Иван Дубинин, на передовой он провел больше двух лет. Сожгут один танк, в другой пересядешь, и весь экипаж сменится. Люди все новые, незнакомые. Не успеешь к человеку привыкнуть, а его уже нету. Или госпиталь, или совсем. Последний танк у него был Тихоокеанец. Моряки на свои деньги купили. 500 тысяч собрали, сами экипаж составили. А вот механика у них своего не было. Дубинина к ним и поставили. С ними он до Берлина дошел. Последний танк вместе с экипажем Дубинин потерял в Берлине. Иван Викторович награжден тремя орденами славы. Орденом Отечественной войны первой степени. Орденом Красной звезды медалями. После демобилизации гвардии старшина освоил несколько горнятских специальностей. Работал в шахтоуправлении Егоршинское. Ему и другим артемовцам-героям установлены памятные стелы в сквере победы города Артемовского. Субтитры подогнал «Симон»!